Новый день, новые ДТП. Как снизить смертность на дорогах Дагестана, обсуждали в рамках круглого стола с участием гостей из Москвы. Собака – верный друг или враг человека? Каспичане бьют тревогу. Свободно разгуливающие по городу псы все чаще нападают на детей. Незаконно построенные архитектурные изыски тербента будут снесены. Мэр города принимает новые меры. И про очередные победы дагестанских атлетов смотрите в спортивном обзоре выпуска. Один человек погиб в результате ДТП в Гунипском районе Дагестана. Спиртильное дорожно-транспортное происшествие произошло в селении Саграталь. Известно, что 55-летний местный житель, находясь за рулем ВАЗ-2112, не справился с управлением и сорвался в обрыв высотой 25 метров. Водитель был госпитализирован в центральную больницу района, где и скончался от полученных травм. Следствия выясняют, по какой причине произошла трагедия. Но несмотря на печальный исход многих аварий, некоторые умудряются и подрифтовать на дорогах Дагестана. Лихащи, совершившие ДТП с полицейским УАЗиком, задержаны. Сейчас они находятся в отделении полиции. Все подробности у Патьмат Ханаповой. Любители дрифта на днях устроили заезд по улицам в центре Махачкалы. В итоге импровизированная гонка завершилась не так, как планировали ее участники. Дежурившая в эту ночь, патрульная служба заметила лихачей. Вскоре виновные были задержаны, а машины доставлены в участок. Патрулировав по улице Яракского, мы заметили, что на пересечении улиц Яракского и Куркмасова Автомашина Мерседес крутит на пересечении улиц свою машину. Нами было принято решение задержать данного хулигана. После оформления дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры из этой автомашины БМВ были доставлены в Ленинский отдел полиции. Пируэты в центре города были запечатлены прохожим. На кадрах видно, что первым начал дрифтовать водитель автомобиля без номеров марки «Мерседес». Следом за ним на пересечении улиц выехал на БМВ второй любитель острых ощущений. При выполнении первого же виража он столкнулся с полицейским автомобилем. После того, как он завершил свои маневры, вы как продолжили движение? Я на зеленой части цифры порнул налево. То, что заехал уже... С Иракского в Уфазонахрис? С сторону Картмасова. Картмасова налево. И в данный момент ударил меня автомобиль ППС, сгнавшимся за автомобилем «Мерседес». В основе декабря направлялся по улице 26 и на этом светофоре немножко покрутил машину и дальше поехал. Что вы можете пояснить по данному факту? Ну, свою ошибку я осознаю. Больше такого не повторится. Оба водителя задержаны и доставлены в отдел полиции. Выполнение разворота с нарушением правил перестроения, мелкое хулиганство и несоблюдение требований об обязательном страховании транспорта. По этим трем статьям и будет определена мера наказания нарушителям. По тематам Ханапова, Давуд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Смертность на дорогах России к 2030 году по плану должна снизиться до минимума. Об этом говорили в рамках «Круглого стола». Для участия в его работе в республику прибыл начальник Главного управления МВД России по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников и президент экспертного центра движения без опасности Наталья Агре. О прогнозах федеральных гостей в сюжете Камиля Девятова. Стратегия ноль. Россия без ДТП. Лозунг довольно громкий, а задача поставлена тяжелая. Согласно проекту, смертность на дорогах России к 2013 году по плану должна снизиться до минимума. Но для этого еще нужно создать культурный пласт поведенческих норм на дорогах республики. То есть правильное поведение участников дорожного движения. Уважение превыше всего. Безопасность дорожного движения – это не вопросы культуры как таковой. То есть это не вопросы поведения людей на дорогах. Это вопросы взаимодействия людей. Здесь, как ни в каком другом месте, есть во что упаковать безопасность дорожного движения. Генерал-лейтенант Михаил Черников подчеркнул, что на дорогах республики со три года ситуация изменилась. Налицо положительная динамика в части организации правильного подхода к ключевым вопросам. Есть дорожная разметка, которая очень грамотно нанесена и где можно водителям комфортно передвигаться, опережать и обгонять транспортные средства. Есть сегодня непосредственно на перекрестках новые обновленные светофорные объекты. Это тоже очень приятно, это для водителей комфортно. Они видят в любое время суток и при любых погодных условиях, проезжая перекрестки, правила приоритета. И я думаю, что и в дальнейшем в рамках реализации сегодняшнего национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги, агломерация Республики Дагестан будет также включена. Мы уже обговаривали о том, что первые прайсы уже и на 19-й год сданы. И я думаю, что в ближайшее время откроется финансирование, мы увидим еще больше протяженности комфортных дорог и безопасных по всей территории Республики. Одной из главных целей проекта является последовательная работа широкой аудитории, участников дорожного движения всех возрастов. Основная работа направлена на популяризацию правильного поведения на дорогах как водителей, так и пешеходов. Камиль Девятов, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Главврач ЦРБ Ногайского района лечил террористов и заработал на этом. И не только. Он растратил деньги на оказание медицинских услуг 143 умершим гражданам и 14 числящимся в федеральном розыске за участие в боевых действиях в Сирии. Также медик незаконно организовал проведение электронного аукциона в интернете. Общая сумма махинаций 5 миллионов рублей. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. С 1 января в Дербенте начнется снос самовольных построек. Об этом сообщил глава города Хизри Абакаров в своем инстаграм. Он отметил, что хозяевам пристроек дал срок до 1 апреля самостоятельно снести незаконно возведенные строения. Первыми под снос попадут 8 объектов. Прежде всего речь идет об автомойках и магазинах на тротуарах. Работы будут начаты уже с 1 января. А в Каспийске участились случаи нападения собак на людей. Бездомные животные, сбиваясь в стаи, свободно разгуливают по улицам. Жертвами таких стаи могут стать и дети, и взрослые. Беспокойные жители пишут во все инстанции. Кто поможет каспичанам и помогут ли, узнавала Луиза Раджабова. Вот, смотрите, стаи собак. От них что-то отделилось, какая-то часть особей. Там еще кто-то догоняет их с моря. Вот такие стаи собак. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Она лает, кидается и кусает. Собака не всегда друг человека. В Каспийске участились случаи нападения четвероногих на людей. Бездомные животные, сбиваясь в стаи, свободно разгуливают по улицам. Жертвами нападений могут стать и дети, и взрослые. Я обращалась уже в администрацию. Пришел ответ, что об установлении идет тендер. Что собак будет отлавливать, транспортировать, временно содержать и стерилизовать. Но, по всей видимости, это не выход. Потому что на моего ребенка напала собака, у которого было клеймо на ушки. То есть, значит, у нас стерилизованная. Долго искать пострадавших не пришлось. Практически каждый ученик в этом жилом микрорайоне сталкивается со сворой собак. Ведь явно напуган на происходящем. Вечером мы вышли на прогулку. Соответственно, она со своей подругой, они впереди, играются. И неожиданно выбегают своры собак. Две большие собаки, из них две белые собаки, нападают на моего ребенка. Одна сзади, одна спереди. Прямо атаковали. Уже готовы были рассерзать. И буквально сантиметры от ребенка я уже успел подбежать, отогнать. Когда они на меня, тогда в тот день напали, я очень сильно начала, еще сильнее начала их бояться. И мне стало очень сильно страшно. Я очень сильно боюсь собак. Люди пытаются найти помощи у руководства города. Подобная ситуация сложилась из-за изменений в законодательстве. Муниципалитетам запретили уничтожать бродячих животных. Собак должно отлавливать, содержать неопределенное время, пока ветеринар проведет проверку, после чего животное вдовь окажется на свободе. Таким образом, в 2009 году страна выполнила обязательства по защите прав животных. Тендер на проведение работ по отлову собак в Каспийске выиграл Ильяс Муртузалиев. Он индивидуальный предприниматель. Ведет работу честно, аж с 19 ноября. Очень много звонков от милиции звонят, от администрации. И такие звонки есть. Просто не успеваем каждому уезжать. Но ни один звонок пока не оставили без контроля. Однако республика сталкивается с проблемой финансирования приютов. У властей нет денег на обеззараживание и стерилизацию животных. Питомники, которые у нас в Каспийске нет. Ну, сейчас бы и питомник тоже строится частный. Но в следующем году мы будем уже более аккуратны. Это противостояние может стать опасным для обоих сторон. В администрациях города Каспийска уверяют, что данный вопрос постоянно держится во контроле. На каждую собаку паспорта составляют, на каждую собаку акт, отлод, документацию, как положено. И фотографируем собак дополнительно. Это все материалы есть. И собаки есть, в вольере есть. У нас эта работа сделана, налажена. И сейчас ведется эта работа. Будем надеяться, что городские власти наведут порядок в данном вопросе. Ведь одно дело, когда у собаки есть хозяин. Другое, когда она бродячая, голодная и злая. Тут, как говорится, жди беды. Лузя Раджабова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Пенсионеры смогут получить кредит. Сбербанк повысил границу возраста по потребительским займам до 70 лет. Они будут доступны клиентам свыше 65 лет при условии окончания срока кредита до наступления 70 лет. Связано это с тем, что клиенты-пенсионеры являются одними из приоритетных. Люди пожилого возраста активно пользуются банковскими сервисами. Каждый третий работающий пенсионер вкладывает денежные средства в срочные счета. Дебетовыми картами владеют 80% пенсионеров. Напомним ранее, возраст на момент окончания кредита не должен был превышать 65 лет. Более 50 тонн зараженного хлопка задержали на железнодорожном пункте пропуска в Дербенте. Партия прибыла в Россию из Азербайджана. Волокно было выявлено в ходе досмотра контейнерного вагона, прибывшего из соседнего государства. Результаты исследований и пробы продукции показали наличие в образцах вредных карантинных объектов. Весь товар арестовали и наложили запрет на ввоз зараженного хлопка в Россию. Полтонны продуктов для украинских беженцев собрал Минсельхозпрод Дагестана. По просьбе главы ведомства в районах республики был организован сбор сельхозпродукции. В итоге удалось собрать порядка 500 килограммов яблок, картофеля, капусты и других продуктов, которые направлены семьям беженцев. Также были приобретены мука, гречневая крупа, масло, макароны и кондитерские изделия. Огромное спасибо за поддержку, за понимание, что оказали нам не только гуманитарную помощь, но и отзывчивость и доброе понимание к нашим проблемам. Дагестанские боксеры помогли сборной России выиграть у сборной мира. Матчевая встреча, прошедшая накануне в Москве, была посвящена Дню Героев Отечества. Победы над ситулованными спортсменами из Таиланда и Узбекистана свой актив занесли Альберт Батыргазиев и Шахабас Махмудов. А украшением вечера стал бой Муслима Гаджимагомедова с действующим чемпионом мира Ирисланди Савоном. По итогам пяти раундов судьи отдали предпочтение нашему боксеру. Общий счет встречи сборных 6-2 в пользу россиян. Дагестанские атлеты вошли в число призеров чемпионата СКФО и ЮФО по силовому троеборью. Эти соревнования с участием более 300 спортсменов прошли в Кисловодске. Золотые медали выиграли Абдулла Термитов и Шамиль Тулпаров. Серебро на счету Олега Джи Сулейман Кадеева, а бронза у Шамиля Чамсаева. Этот результат позволил дагестанской команде занять второе место в общем зачете. Вперед мы пропустили только команду Ростова. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин